здравствуйте дорогие друзья меня зовут Ольга Никитина я дизайнер художник и инструктор по дайвингу почему я упоминаю о том что я еще инструктор по дайвингу потому что сегодня я хочу рассказать вам о направлении живописи которым я занимаюсь это подводная живопись я создаю картины под водой во время погружения с аквалангом у меня была длительная пауза в творчестве я не занималась живописью шесть лет до того момента как у меня открылось второе дыхание волна вдохновения захлестнула меня когда я стала заниматься дайвингом подводный мир открыл мне абсолютно новую реальность и мне захотелось вновь взять кисточки в руки и писать картины в 2015 году я стала работать инструктором по дайвингу в египте и буквально 60 процентов моего времени я проводила в море и под водой подводный мир красного моря настолько красочный яркий захватывающий что не оставляет равнодушным буквально никого и все творческие начала вырываются наружу мне очень захотелось передавать вот эти яркие краски эмоции на холстах сначала я занималась обычной живописью создала создавала небольшие работы на подводную тематику с подводными обитателями это были портреты какие-то пейзажи подводные с коралловыми рифами с рыбками и в один прекрасный день я подумала как бы было здорово объединить два хобби в одно дайвинг и живопись и как было бы здорово передать свои ощущения эмоции именно вот сразу под водой когда ты их переживаешь когда ты испытываешь это они после уже дома когда у тебя остается лишь капля воспоминаний подводная живопись это новое направление но я не первая кто придумала я уже видела работы других подводных художников это был андре лобан французские ученые работающие в команде жака и в кусту и санкт-петербурге есть тот же художник Денис Лотарев который работы которого меня очень впечатлили то есть я уже имела понятие о том что под водой можно писать но я не знала как это делать поэтому пришлось все изучать на собственном опыте пробовать материалы краски разрабатывать технологию что-то удавалось что-то нет но в итоге я создала серию картин красное море в серию вошло примерно 25 работ подводная живопись это очень интересное уникальное занятие так как технология отличается от обычной живописью довольно тяжело накладывать краску на холст тяжело смешивать цвета под водой но самое сложное это то что меняется восприятие цвета под водой с глубиной мы теряем цветовой спектр и первый исчезает красный очень часто это большой сюрприз когда всплываешь на поверхность картиной цветовая гамма картины может быть совсем не той что я ожидала когда писала ее под водой на глубине но это является определенным шармом подводной живописи в том же числе еще один момент который мне нравится исполняя картина под водой это ограничение во времени я стараюсь написать картину за одну подводную сессию за одно погружение что примерно бывает от часа до двух часов потому что первое второй раз никогда не передается та же атмосфера что было изначально то есть вот я пишу находясь здесь и сейчас мои ощущения свет вся окружающая атмосфера не может повториться следующий раз когда я погружусь в этом же месте и картины даже когда они не закончены я стараюсь их уже оставлять такие какие есть на мой взгляд они получаются более легкие чем у меня в обычной живописи когда мы пишем 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 видим что то не то хотим переделать доделать и в итоге картина немножечко устала получается задача не состоит в том чтобы передать фотографическое сходство с окружающей средой для этого у нас есть фотоаппараты мы можем сделать снимки а вот передать ощущение атмосферы эмоции все что бы все что будоражит нас под водой вот это основная задача в подводной живописи еще один интересный момент это то что мозг во время дайвинга у нас с глубиной работает тоже по-другому не так как на поверхности мы насыщаемся азотом и это влияет на наше восприятие всего мы немного затормаживаемся как бы входим в состояние транса и я заметила это тоже влияет на то как я исполняю работы под водой они отличаются от моих работ которые я пишу студии вы можете посмотреть моим портфолио и заметить эту разницу вот это тоже интересный момент такой сейчас меня в студии представлено две моих подводных работы первая работа называется марафон это абстрактное изображение подводных водорослей в которых быстро быстро снуют рыбы очень красиво переливаются в солнце всегда спешат куда-то по своим делам и вот у меня создалось впечатление что марафон у каждого свой марафон в жизни и у людей и у рыб картина написано на глубине 5 метров на пяти метрах еще легко распознавать цветовую гамму а вот на 10 метрах довольно сложно вот вторая работа у меня написано на 10 метрах глубины примерно это тоже абстрактное изображение кораллового рифа остальные работы у меня представлены на моем сайте можно посмотреть на моем канале youtube есть несколько интересных видео самого процесса как я пишу картина под водой и еще мы проводили выставку в 2017 году подводную выставку в египте под водой на глубине 5 метров мы выставили все работы которые я написала под водой в различных местах протянули веревочку как маршрут указатель для дайверов куда плыть и я еще показывала мастер-класс там же было очень интересно нас посетила более ста дайверов под водой всем очень понравилось я думаю что мы повторим эту выставку как только закончится карантин очень завораживающий момент во время подводной живописи происходит во время взаимодействия с подводным миром когда я долго сижу на одном месте пока создаю свою картину морские обитатели перестают бояться меня и очень близко могут подплывать рыбы мурены было несколько интересных моментов рыбы пытались поиграть с моими красками рыба крылатка оценивающий кружила смотрела на то что я делаю пытаясь дать советы и еще один очень интересный момент был когда большая черепаха генриета наверное больше метра панцирь в диаметре не торопясь ела свою траву я пыталась написать ее портрет это тоже было уникальное такое событие когда мы проводили подводную выставку это же черепаха приплыла и удалось сфотографироваться вместе с черепахой и и портретом на заднем фоне художник портрет и модель в одном кадре очень было любопытно в планах на будущее у меня есть задумка написать серию картин в разных морях и океанах везде разная атмосфера разные животные разная видимость разный цвет после нескольких лет занятий подводной живописью я разработала и зарегистрировала свой собственный курс подводного художника в ассоциации пади инструктором в которой я являюсь это другой мир другая реальность и я приглашаю всех желающих художников попробовать подводную живопись и всех ищущих нового вдохновения каких-то новых эмоций всегда пожалуйста я желаю всем творческих успехов нескончаемого вдохновения всего хорошего пока 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 пока